библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу и удивь и сегодня 12 глава давайте вспомним что было в предыдущих главах царь на уходоносор отправляет своего полководца который зовут олаферн для того чтобы отомстить тем народам которые не присоединились к нему во время войны и вот олаферн входит в пределы израильской земли и осаждает город который называется ветилуя город вот-вот-вот падет сами жители готовы сдаться и только вдова пойми и удивь решает помочь городу спасти этот город и для этого она переодевается красивой одеждой выходит из города и приходит в стан в лагерь алаферна и алаферн и встречает поражен ее красотой и удивь говорит о том что она бежит из города ветилу и вообще из израиля потому что евреи решают нарушить закон и поэтому она приходит алаферну чтобы ему помочь ну и вот 12 глава давайте читаем читаем небольшими отрывками прочитаем и разберем его и приказал вести ее туда где хранили серебряные сосуды его и велел ей пользы пищи от стола его и пить вино его но и дивь сказала не буду есть этого чтобы не быть соблазна но пусть подает мне то что принесено со мною алаферна сказала а когда истощится то что с тобой откуда мы возьмем чтобы подавать себе подобно этому ибо среди нас нет никого из рода твоего но и удивь отвечала ему доживет душа моя господин мой раба твоя не сдержит того что со мной прежде нежели господь совершит моей рукой то что он определил ну давайте разбираться и удивь помещают в шатер где хранятся ну утварь алаферна понятно что это место особо охраняемое и место которое близко к шатру самого аферна дальше он предлагает ее ей есть его стола ну древности это был знак особого уважения или особой заботы вспомним историю про пророка даниила и его друзей которых должны были кормить со стола на выхода носора но и удивь отказывается чтобы не нарушить правила кашрута значит в книге левит описывается то что евреи могут есть или не есть эта пища называется чистой или как называют сами иудеи кошерной пищи и той пищи которая запрещена или пищей трефной как сейчас иудеи это называют вот эти правила кашрута после вавилонского плена иудеями постепенно разрабатывались они усложнялись и можно сказать не в то что противоречили тому что написано в книге левит но там были определенные правила которые в самом священном писании не прописаны и вот какие какие-то правила ну наверное самое известное правило то что одновременно нельзя было есть мясную и молочную пищу но кроме этого иудеи отказывались есть пищу которая теоретически является чистой ну например испеченный хлеб чистый но если эту пищу изготовили язычники то есть пища приготовленные язычниками даже если она формально кошерная с точки зрения пост пленного иудаизма является трефной поэтому когда предлагает пищу от стола и вино она отказывается почему вот почему такая такое правило сложилось значит иудеи как бы боялись несколько вот пищи который приготовленный язычниками а пищи которая могла быть посвящена идолам почему например вино бочка вина из этого бочки вина берется там не знаю стакан вина и этот стакан возливается на жертвенник ну и соответственно вся эта бочка вина превращается выдало жертвенное почему потому что как бы капля часть освещает целое соответственно там какое мясо от этого от этой туши отрезали кусочек сожгли на идольском жертвеннике и соответственно вся туша превращается выдало жертвенное и человек который ест и пьет от стола язычников участвует в языческом жертвоприношении вот поэтому она отказывается более того нужно помнить что иудеев одна из причин которые привела иудеев почему она ушла из витилуи о том что евреи евреи собирались нарушить правила употребления пищи в 11 главе она говорит о том что иудеи из-за голода собирались начать есть ту пищу которая была посвящена священникам ну и соответственно богу вот она отказывается и говорит что она будет есть ту пищу который ей которую она принесла с собой но афер не естественно задает вопрос а чтобы ты будешь делать когда это все закончится ну и тут интересная особенность которая так звучит в этой книге иудеев отвечает отвечает вроде бы правду но так как алафер не знает какой замысел у иудеев то он так не понимает до конца что же она замыслила и вели ее слуги алаферна в шатюр и спала надо по ночи а перед утренней страже стала и послала сказать алаферну додаст господин мое повеление чтобы раба твоя дозволили выходить на молитву алаферна приказал своим телохранителем препятствий и пробыла на лагере три дня а по ночам выходил в долину ветилуя омывалась при источнике воды у лагеря и выходя молилась господи богу израиль чтобы он направил пути к избавлению снов его народа по возвращению прибыл в шатре чистую а к вечеру приносили ей пищу ну давайте здесь разберемся значит какие интересные вещи значит она выходила и совершал омовение зачем просто купалась не совсем священном писании ветхого завета очень важное внимание важный акцент на ритуальной чистоте ритуальная чистота это не физическая чистота не моральная или этическая чистота это как бы состоит определенное состояние состояние в котором человек может участвовать в культе обращаться богу встречаться с богом молитва это встреча с богом конечно если читать пяти книжек то там встреча с богом происходило во время жертвоприношения время реального культа скини например или просто возле жертвенника но он в последующих книгах подчеркивается что встреча с богом происходит не только во время жертвоприношения но и во время молитвы вот чтобы участвовать встречи с богом нужно было быть в определенном состоянии это состояние называется состояние ритуальной чистоты чтобы понять что такое ритуальная чистота нужно разобраться что такое ритуальная нечистота ну и вот ритуальная нечистота это не состояние во грехе то есть человек украл до грех он грешник но с точки зрения пяти книжек но он может быть состояние ритуальной чистоты что такое ритуальная чистота вернемся значит и так это не грех второе это конечно не физическая грязь скорее это состояние тела как какие состояние тела во первых это с это отсутствие контакта с умершим то есть человек не должен был прикасаться к трупу причем трупу не вот зарезанному трупу например если человек резал какую-то овечку для того чтобы принести жертву вот вот он зарезал эту овечку вроде бы труп да он прикасался но он был чистым а вот если эта овечка сдохла и он прикоснулся к ним то он становился ритуальный нечистым или например он прикоснулся к трупу человека или вошел в дом в котором был труп человека или он пришел на кладбище то есть он соприкоснулся со смертью и соответственно вот он был в состоянии вот этой ритуальной нечистоты это во первых второе если у человека были болезни на коже не любая болезнь там какой-нибудь насморк или кашель человек ритуально чистый но если например у него на теле появлялась там то что библия называет проказой а проказа она называет любые заболевания какими-то и шаи либо псориазы и так далее вот если человека на теле появлялась такая вот болезнь то человек становится ритуально нечистым ну и третье состояние это состояние когда у человека происходили истечения из органов которые ниже пояса это относился к мужчинам и женщинам и вот когда у человека так такое происходило он становится ритуально нечистым и соответственно он находится состояние ритуальной нечистоты он не может участвовать в культе приносить жертвы либо молиться и ему нужно обратно вернуться вот это состояние чистоты как это происходило для этого нужно было время и еще одно это омовение иудив совершает каждый день омовение почему каждый день потому что она соприкасается с язычниками и вот это вот новое того что не было в священном писании человек который соприкасается с язычниками становится ритуально нечистым почему потому что сами язычники ритуальные нечистые а почему они ритуальные нечистые потому что они идолопоконники то есть они соприкасаются с чем-то сверх нечистым сверх не святым то есть они соприкасаются сын даже нечистый и соответственно общение прикосновения пребывания в доме с этими язычниками это все делает человек ритуально нечистым иудив выходит для того, чтобы помолиться. Она совершает омовение и после этого молится. Кстати, это тоже свидетельствует, что книга написана уже так достаточно поздно после возвращения из Вавилонского плена. Потому что вот такое представление о том, что так надо поступать, то есть совершать омовение перед молитвой, это, конечно, сложилось достаточно поздно. Дальше она пребывала в шатре чистой, а к речи приносили ей пищу. То есть, что здесь описано? Здесь можно предположить, что она целый день постилась. Если мы задумаемся, а что такое пост? Ну, чаще всего, что мы вспоминаем? Что пост это не есть определенные виды пищи, ну, мясную, молочную. То в Библии, если говорится о посте, то это воздержание от пищи и питья в течение светого времени суток. То есть, она целый день постилась и только вечером ела. Вот. И так проходит три дня. Хорошо. Читаем дальше. Сюжет развивается. Четвертый день Алаферн сделал пир для одних слуг своих и не пригласил к служению кого из представленных службе. И сказал Евнуху Вагою, управляющему всем, что у него было, ступай в беде еврейскую женщину, которого у тебя прийти к нам и пить, и есть и пить с нами. Стыдно нам оставить такую жену, не побеседовать с ней. Она смеет нас, если мы не пригласим ее. Ну, скажем так, Алаферн устраивает пир для тесного круга. Вагой. Кто этот персонаж, неизвестно. Но само имя Вагой, оно такое достаточно распространенное. Почему-то распространенное среди евнухов было. Персидских евнухов. Это тоже как бы не очень соответствует, потому что если речь идет о Новохудоносоре, то Новохудоносор это вавилонянин, а не перс. Ну, я уже рассказывал о том, что книга Иудив, книга не каноническая, и скорее всего это так роман с ключом. То есть описываются персонажи, называются какие-то места, вроде бы реальные, но видно, что за этими персонажами стоят другие люди и другое время, и другие места. Ну, и он Аллаферн просит, чтобы Вагой уговорил Иудив прийти. Понятно, для чего он ее приглашает, но прямо в открытую это сказать может быть стыдно. и он так витьевато описывает, что вот у нас будет пир, и как ее не пригласить на этот пир? Ну, она обидится и будет над нами посмеиваться. Ну, понятно, что Аллаферн пытается изобразить из себя лучше, чем он есть на самом деле. Вагой, выйдя от Аллаферна, пришел к ней и сказал, не откажись, прекрасная молодая женщина, прийти к господину, чтобы принять честь перед лицом его и пить с нами вино веселья и быть в тот день, как одной из дочерей сынов Асура, которая предстоит в доме Новохудоносора. Ну, Вагой тут прекрасно понимает Аллаферна, но продолжает такую же игру, и он, как он уговаривает, ну, приди на этот пир и веди себя, как одна из дочерей, дочерей Асура. На что он намекает? Он говорит ей о том, что Иудив, веди себя, как наложница, которая есть во дворце. Поэтому здесь он говорит еще более откровенно, чем говорит Аллаферн. Хорошо, ну, и обратите внимание, сыновья Асура, Новохудоносор не был царем Асура, Асура это Ассирия. Иудив сказал ему, кто я, чтобы прикасывать к господину поспешу исполнить все, что Богу будет угодно господину мой. Это будет служить неутешением до дня смерти моей. Здесь Иудив с одной стороны обманывает, с другой стороны говорит правду. Обманывает, что она вот я исполню что будет угодно господину моему, да, то есть я приду, да, но с другой стороны она говорит, что я сделаю что-то, что будет утешением до дня моей смерти. А что это будет? Это будет победа над Аллаферном, ну, и над всем этим Василийским войском. Она встала, нарядилась в одежду, все женские украшения, сужанка ее пришла и разослала удлинен по земле перед Аллафером ковры, которые она получила от вагой для всегдашнего потребления, чтобы есть возлежа на них. Здесь тоже интересно то, что описывается трапеза, когда люди лежали во время этой трапезы. Первоначально люди сидели, затем появился другой обычай есть лежа. И вот здесь как раз возлежать на них, то есть лежать и есть. Затем Иудиф пришла и возлегла, подвинулась сердце Аллаферна к ней, душа его взволновала, сильно желал сойти с ней и искал случай обольстить ее с того самого дня, как увидел ее. Ну, здесь достаточно все понятно, что Аллаферн возбужден, он смотрит на Иудиф и все, что он хочет, это просто его сексуальное желание. Ну и давайте дочитывать эту главу. И сказал ей Аллаферн, пей же, веселись с нами. И Аллаферн, сказал, буду пить, господин, потому что сегодня жизнь моя возвеличилась во имя, во мне больше, нежели во все дни от рождения его. И она брала и ела и пила пред ним, что приготовила сужанка ее. Аллаферн любовалась и ей, и пила вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения. Но даже на Перу иудив отказывается пить и есть то, что приготовлено язычниками. Понятно, что она не могла принести много, и поэтому она ест и пьет немного, потому что она уже три дня питалась тем, что принесла с собою. А Аллаферн смотрит на нее, он распаляется желанием и не может остановиться. Вот к этой истории, как Аллаферн пьет и что там с ним дальше произойдет, святые отцы обращались и подчеркивали, что пьянство опасно, потому что оно приводит к страшным результатам. Хорошо, мы с вами прочитали 12 главу. Здесь рассказывается о том, как Иудиф находится в лагере Аллаферна и как Аллаферн устраивает пир, во время которого он неудержимо пьет и с вожделением смотрит на Иудиф. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. До встречи. До свидания. Продолжение следует...